Всем привет! Мы сегодня с Катей Залетовой, фотографом, пришли на выставку «Флора и фауна». Ну-ка, вы даже где она тут? А тут ничего не написано, между прочим. Мы пришли на фото-выставку «Флора и фауна». Пойдемте посмотрим что-то. Пингвин, смотрите, пришел покаяться, потому что работа называется «Покаяние». Нет, ничего себе! Смотрите, сколько пингвинов! Обалдеть! Тут все пингвины. Почему тут стоят звездочки в названии? Даже не знаю. Какая милота! Вот какой зайка! Я сейчас возвращаюсь из фотомузея, где проходила выставка «Флора и фауна». Были представлены четыре фотографа. Наш нижегородский Алексей Тарасов, он, оказывается, макросъемку проводит на объектив, который делает сам. Там какое-то ужасно огромное увеличение, которое обычными заводскими объективами невозможно осуществить. Потом был один из Дзержинска мужичок и одна нижегородка, которая живет сейчас в Америке, путешествует по Америке, по разным странам и проводит фотосъемку разных животных. Они очень интересно рассказали, как вообще животные реагируют, не хотят ли попусать. То есть говорят, что если аккуратно, в принципе, подходить к животным, ничего страшного. Если вы хотите обниматься, то в ней напасть могут. Небольшая заметка. Сейчас передо мной прибежал парень с женской сумкой в руках. Ну, конечно, она выглядела как мужская, но очень была похожа на женскую. И все бы ничего, если бы этот парень не вилял бы попой так, что еще не любая женщина так вообще виляет своей попой. Кстати, у меня есть сегодня вот такой образ с оттенком Гринри. Я иду в гости. В общем, этот парень заставил меня очень задуматься насчет его образа. С Олегом первый раз за это лето собрались купаться, потому что так было холодно, просто какой-то ужас. Смотрите, Олег очень стильно носит шляпы. Олег знает толк в шляпах. Мы уже приехали в парк. Я не знаю, как... Олег, я не знаю, нравится тебе тут вообще это место для купания? Ну, это у меня это серьезно. Самое, наверное, любимое в городе. Правда, нам до него ехать на автобусе минут сорок, потом идти пешком, наверное, минут пятнадцать. Вот. Знаете, тут сегодня играются... Ну, свадьбы гуляют. И сейчас прошла мимо нас такая невеста, такая прям... Такой взгляд, знаете, наконец-то я его хомутала, гады этого. Да, такое ощущение, что червяка съела. Жених, бедняга. Маленький, точненький. Когда я училась в пятом классе, мы как-то всем классом поехали в какой-то город, наверное, в Муром, и там катались на колесе обозрения. И мы так боялись с подружкой высоты, что мы буквально молились, прям серьезно сидели, молились, глаза закрыли. Так страшно было. А тут я как-то недавно на... Да? А тут я как-то на колесе обозрения каталась несколько... Ну, и тут еще до знакомства с тобой. Сколько это? Года три назад. И, в общем, и у меня, знаешь, такое... Я сижу такая, и что? И где хоть какая-нибудь эмоция у меня? Вообще ноль эмоций. Это, знаете, по-моему, я рассказываю. Да. Ну, я хотела Олегу рассказать, думаю, ну, как же такую историю не рассказать вам? Наташа, она скупаться пошла. Пять минут уже не может сойти в воду. Назвестно, ехали мы с ней. Около пятидесяти минут на ее любимое место, где она даже не знает, как пройти. Не прошло и годы, как Наташа скупалась все-таки. Да, вообще... Водичка, кстати, она холодная, она такая, знаете, хорошая, заряжает. Прям... Прям рай. Ой, я сделала 60 клавочков туда и обратно. А ты пойдешь купаться? Нет. Жизнь прекрасна. Я... Жизнь пр... Жизнь... Жизнь... Ха-ха. Жизнь прекрасна. Ну ты свой штатив выпил. Вот так? В общем, да, жизнь прекрасна. Олег мне сказал, что особо хорошо я выгляжу именно так. Ой, у меня не видно прыщей здесь. Не знаю, насколько он прав. Всем большой привет! Сейчас 8.30 утра, и я иду на остановку, которая находится подаль от моего дома. С 10 минутах ходьбы для того, чтобы поехать в другую часть города, в учебный центр. Мне, наконец-то, решили сделать симметричную стрижку, потому что в парикмахерских, которые у меня рядом с домом, никто не хочет браться. Все жалеют мои волосы. Предлагаю только состричь челочку, сделать какую-то удлиненную прическу. В общем, это все не мое. Вот. Я изначально хотела сделать так, чтобы на затылке волосы были совсем короткие под мальчика, а около лица, чтобы оставались волосы, чтобы это что-то было очень интересное, асимметричное. Но, к сожалению, я так не смогла найти подходящего мастера, поэтому поеду вот к девочкам. Они, собственно, будут делать... Тоже, конечно, они совсем короткую стрижку не согласились сделать, потому что все-таки учебный центр, и они нужны модели. Потому что не все девочки-модели готовы сделать как раз что-то более смелое, что-то более интересное, чем обычную пластику, типа боп или хоре, или грандуированное хоре. Вот. Очень интересно, что получится. Вот. Ну, в любом случае, я думаю, что это будет что-то крутое, и я уже два года хожу с длинными волосами, потому что у меня Олег любит, когда длинные волосы, но сейчас я его убедила, что, говорю, Олег, я не могу носить больше длинные волосы, я хочу каких-то перемен, мне нужна новая прическа. Мы вместе с ним выбрали вариант, и теперь еду в девочке. Я приехала в нижнюю часть города, и, представляете, тут нет дождя. Он, возможно, был в такой ощущении, что ночью, но уже все подсохло. Я хочу поделиться небольшим наблюдением. Я, если честно, стою-то сама часов восемь, а если у меня есть какие-то дела, то чаще всего они часов двенадцать, а не, это начался дождь. Таким образом, девушек, которые спешат в офисы, я не вижу. То, что я увидела сегодня, это меня повергло в шок. Люди, ну, я не знаю, обычно смотрят погоду, наверное, по утрам, и надели зачем-то сланцы. Сначала я увидела одну девушку, она была не по-офисному одета, но я подумала, знаете, бывает, едешь, например, к парню, в предыдущие дни жара была, едешь там или к маме, и одеваешься по погоде, и не задумываешься, что там через два дня будет дождь. Надела шлёпанцы, поехала домой. Сейчас приедет переоденься, там ножки в горячей воде замочит. Но нет, это то есть несколько девушек, которые сверху полностью укомплектованы в офисный вариант, вместе с жакетом, вместе с классической сумкой, с классическими брюками или юбкой, карандаш. То есть полностью классика, а на ногах шлёпки. Такие причём, в общем, не знаю, очень забавно выглядят, первый раз такое видела. Так, ну я уже где-то рядом нахожусь. Мне сейчас надо по дубльгисту ещё раз уточнить, потому что эта часть города, это, кажется, Ленинский район, я тут бываю крайне редко, а если бываю, то только проезжаю по главной улице, например, в автозавод. По всему городу все дома одинаковые, вот знаете, это как будто прям вот рядом с моим домом. Там есть одна улица Бориса Панина, вот в точности. Но всё равно мозг включается, ориентироваться по карте. Интересно, и вот фиг вот пойми, вот в какую мне сторону, направо или налево. Ох, куда же мне? Наверное, всё-таки налево. Так, сейчас я тут перейду. Так, вот я пришла, вот это здание, наверное, вот там вход. Так, очень интересно, что тут. А, смотрите, тут вот обучают на всякие. Прикольно. Так, ладно, пойдёмте. Там уже кого-то стригут во всю голову, смотрите. Я уже пришла, вот, посмотрите на мои волосы, вот такие они сейчас. Я очень надеюсь, что их постригут. Попороче, попороче. Наконец я освободилась. Мне сделали очень крутую стрижку. Я очень довольна. Правда, делали 4 часа, потому что, ну, всё-таки это учебный центр. И так как это не профессиональные парикмахеры, то вот делали достаточно долго, но зато всё очень аккуратно, очень круто. И даже моя прическа, моя стрижка будет дипломной работы Жанны, которая мне эту стрижку делала. Вот я, если честно, вообще за стрижки и против длинных волос. Потому что длинные волосы редко выглядят красиво и ухоженно. И то, что я иногда вижу на улицах, девушка думает, что её очень длинные волосы, там до пят, до пояса, это очень круто. На самом деле, это выглядит неухоженно, неопрятно, волосы спутываются. Такая стрижка сзади, сейчас не могу вам показать, но выглядит очень круто. И знаете, действительно, я когда посмотрела, вот это уже стрижка профессионала уже в сфере моды, а не то, что у меня было. И тут, заметьте, такое компромиссное решение. Длинная сторона это для Олега, потому что он хочет видеть меня с длинными волосами, а короткое это для меня, потому что я хочу короткие волосы. Я в восторге. Редактор субтитров А.Семкин